День добрый, дамы и господа. Сейчас кажется, что уже как бы вечер, да, но на деле еще день, деньской. Мы здесь с вами в парке Кронвальда у замечательного поэта Александра Сергеевича Пушкина. И поговорим мы о тупости националистов, о любых националистов, ну в данном случае о тупости, звериной тупости латышских националистов, да, которые, значит, собрали петицию, да, ну как бы там немного подписалась там пара сотен, да, долбоебов, да, о том, чтобы, короче, снести этот памятник, да, потому что он, дескать, выражает какое-то имперство, да. Но на что справедливо российское посольство заметило, что надо тогда и памятники всем деятелям латышской культуры посносить, которые учились в Российской империи. А я предлагаю еще, знаете, что сделать? Мы туда не пойдем, там посольский район, весь посольский район построен при Российской империи. Все предприятия, которые в Латвии сейчас есть, такие так называемые старые предприятия, это там Лайма, ну все вот эти, они все сделаны при Российской империи. То есть все это надо снести. Все, что вы видите в Риге, во всех крупных городах Латвии, вся архитектура, культура, искусство, это все создано при Российской империи. Когда Латвии в помине не было, это была Лифлянская губерния Российской империи. А до того это была Шведская Ливония. Если мы пойдем в старый город Ригу, то это старый город, это Тевтонцы, это Шведская Ливония, да. Которую Петр Первый отвоевал у шведов. И это стала Лифлянская губерния Российской империи. Так вот я предлагаю всем этим людям, так же как я предлагаю посконно-исконно русским вот этим ватникам, да. Всегда говорил, все, что хорошего есть в России, создано европейской культурой. Самый красивый город России создан, Петербург, европейской культурой. Московский Кремль построен Аристотелем Фиараванти для Ивана Третьего. Итальянцам, да, то есть музыка, живопись. Тот же Пушкин, он говорил по-французски, извините, лучше, чем на русском языке, да. То есть и писал по-французски, в том числе и стихи, да. И вот так же как я всем этим ватникам говорю, что если вы хотите быть исконно-посконно русскими, то вам надо в деревню, в косую избу, а еще лучше с лучиной в землянку. То же самое я могу сказать про латышей. Как исконно-посконно жили латыши. Поезжайте за югло, там чуть дальше, да. Есть этнографический музей. И посмотрите жизнь, вот как, да, вот как жили вообще латыши. То есть хутора, как они жили, вот этот быт. То есть вот тогда вам туда, ребята. То есть если вы не любите Российскую империю, то есть то, что вот создано. Вот это здание, кстати, построено при Российской империи, да. Весь посольский район. Если вам это наследие не нравится, подпишите петицию за снос всего посольского района, порта, выдрать все трамвайные рельсы, железнодорожные. Это все сделано при Российской империи. Даже не при Союзе. Основа положена то, чем вы восхищаетесь при Российской империи. Здание латышской школы при Российской империи была школа для мальчиков. Вот школа напротив, гимназия Ридзе, была школа для девочек при Российской империи. Это были гимназии. Вот эти здания построены до революции, ребят. До того, пока не пришли большевики, которых, кстати, на своих штыках привели латышские красные стрелки. Привет латышам, да. И националистам. То есть привели. И ваш там этот националист был там коммунист Петри Стучка. На минуточку, тоже латыш, да. Вот. И все эти товарищи, вот они привели на своих штыках Ленина, всех этих выпломбированных вагонах. Это местечковая шваль. И вот они все свергли переворот, совершили второй уже октябрьский военный коммунизм. И только тогда Латвия смогла получить независимость. Только тогда. Когда развалилась Российская империя. Поэтому думайте, прежде чем вы в имперстве обвиняете Пушкина. Дурачье хуторское, безмозглое, которое даже не знает историю своей страны. Потому что нормальные латыши ее знают. А национализм оголтелый вообще плохо. Для любой страны. И для России, и для Латвии, и для Украины. Дамы и господа, что покажу, что покажу. Не свои, как всегда, идеально начищенные сапоги. А покажу вам рождественский базар. Это впервые за два года. Два года пандемии его не было. Вот видите, он есть. С ума сойти, хорошо. Хорошо. Только холодина. Сейчас минус 7 где-то градусов. Котиков нет. Национальные символы есть. Свастики. О, медовая всякая. Вот фигня. Рижский бальзам. Там даже есть, видите. Черный. Но я сейчас не пью. Я сейчас алкоголь не употребляю вообще. От слова совсем. Я вам показывал. Я пью чаек греческий. Этот. То есть алкоголя вообще нет. О. Все сладкое, липкое. О. Тут опять же. Вино это горячее. Все горячее, горячее. Все кипяток. О. Куда-то из этого самого, из этого, из 13 стульев куда-то вас направляют. Вот. Горячее вино всякое. О. Вон финны веселятся. Да, и националисты латышские, кофе тоже не пейте. Это же колониальный напиток. При российской империи завезем. Это же не ваше. С вам что там, похлебка? Деревянные башмаки и там циндал. Ну, посмотрите, этнографический музей. Как жили исконно-посконно и должны жить. Если вы против всего имперского и там такого, я не говорю о том, что надо возродить империю. Это тупость. Но надо знать историю страны, да, и не бороться с тем, что в империи было хорошего. Что привнесли в жизнь, будучи в империи, хорошего. Так же, как россиянам, там, исконно-посконно. Не надо бороться с европейскостью. Потому что все, что самое хорошее в России, принесено европейской цивилизации. Так же, как и в Латвии. Когда она была под Российской империей. Европейской, на минуточку, страной. То есть, если вы уж боретесь с империей, да, вот, недалекие, так сказать, представители латышской нации, да, то боритесь с империей до конца. Вот, пожалуйста, посольство России предложило, значит, снести памятники известным латвийцам. А почему? Да, вот, посольство России в Риге призвало к сносу нескольких памятников выдающимся латвийцам. Причиной стала инициатива на Манабал с предложением снести памятник Пушкину в парке Кронвальда. Да, посольство России опубликовало в своем телеграм-канале заявление, в котором осуждает предложение портала общественных инициатив снести памятник русскому поэту Александру Пушкину. Поскольку авторы инициативы считают его одним из последних оставшихся символов русского империализма. Да, территория парка Кронвальда будет освобождена от наследия русского империализма. Российское посольство будет лишено возможности продолжать использовать этот памятник для распространения своего нарратива и поддержки русского империализма. Дегенераты, вот эти авторы инициативы, латышские я имею ввиду, националисты. Потом в конце я вам приведу слова Андрея Баумейстера, украинского философа, на минуточку, который до сих пор остается жить в Киеве, в Украине. О национализме и почему национализм всегда приводит к нацизму и губителен для страны, в которой национализм процветает. И вот в российском посольстве подчеркивают, что по логике авторов инициативы, но хотя с логикой у нациков латышских у них очень плохо с логикой, они не знают даже историю своей страны, должны быть снесены и памятники нескольким выдающимся латвийцам, которые во времена Российской империи жили, учились и работали в Санкт-Петербурге и Москве. Посольство напоминает, что в университетах Российской империи, а я уже говорил, что все, что хорошего создано в России, это создано европейской культурой. То есть латышские нацики, борясь с памятником Пушкину, по сути борются против европейской культуры. И вот посольство напоминает, что в университетах Российской империи образование на русском языке получили такие выдающиеся представители латышской нации, как писатель Янис Райенис, композитор Язек Виттлс, художник Янис Розенталс, создатель памятника свободы, вот этого главного символа, скульптор Карл из Залы, первый президент Латвийской республики Янис Чаксты и многие другие. Кроме того, жили и работали в Санкт-Петербурге и Москве при Российской империи. Поэт Юрис Аунанс, публицист Кришианис Валдемарс, автор гимна страны Карл из Бауманис, собиратель народных песен, ну баушлей всех этих, Кришианис Баронс, сказано в сообщении Российского посольства. Вот я полностью согласен в этом плане с Российским посольством. В Мэджике можете расписываться в книжке ручкой с Родоса. Везде, где был, везде оставил. Немножко солнечного света с Родоса. Потому что чего-чего дефицит здесь, ну это солнце. Просто, ну как бы, день-деньской, да, сейчас 4 часа всего лишь, смотрите. Все затянуто, солнца нет, целый, целый ноябрь его не было вообще. Как тут, как тут выживать-то? Но зато снег выпал, и есть снег, и снегом можно обтираться. Класс, здорово. Без снега тоже было бы мне, например, не очень. Или, например, вот это здание, ребятки. Я не говорю о президентском дворце, который тоже, кстати, построен. Вот башни построены, крепости еще во времена Ливонского ордена. А вот это все построено при Российской империи. Но, посмотрите сюда, здание Латвийского банка. Да? Латвийский национальный банк. Посмотрите наверху, я уже много раз показывал фронтоны имперских орлов. Более того, с имперскими коронами. И имперскими коронами, на минуточку, Российской империи. То есть, господа латышские националисты, не особо одаренные умственно, надо вот это здание тоже снести. Какого черта? А? Ну, смотрите, имперские орлы на фронтонах. Ну, что это такое? Это вообще что? Ну, понятно, кадуцеи, там, Меркурий. Это масонские символы. Но сверху имперские орлы с имперскими коронами. Вон, смотрите, вот они. Я вам увеличил специально. Видите? Вот с надписью Латвия с банка, внизу, до гербов. Раз, два, три, четыре. Четыре имперских орла с коронами Российской империи. Куда это годится? Здание надо сломать. Исходя из логики латышских нациков, тупых идиотов, надо сломать. Пока я вот ем, вы можете послушать, кстати, Андрея Баумейстра, украинского философа, современного, очень умного человека. По части национализма, в том числе на улице Халадина у нас минус 7 градусов. Все люди набиваются вон в столовку. Я считаю национализм очень опасным явлением. Много-много раз повторяю. Пусть сейчас мои критики еще раз подключатся к своей критике, к своим, значит, критическим комментариям. Национализм вырастает на сомнительной основе. Он вымышлен. Он вырос на часто негативных эмоциях. И он, его зерна, принесли страдания людям в первой половине 20 века. Он оброшился мировыми войнами, самоубийством Европы и жизнями миллионов людей. Поскольку вот эти идеи исключительности, миссии, народов, заменили место, заняли место христианство. Ведь там, где христианство, там, где мы все братья во Христе, мы выстраиваем некую универсальную цивилизацию, да, мы отличаемся по языку, по культуре. Мы культивируем различные образы христианства. Но при этом мы не ставим немцев, итальянцев, не знаю, хорватов, русских, украинцев на передний край этого сражения и говорим о некой особой миссии. Чтобы разбудить тот или иной народ, нужно ему внушить вот эту великую миссию. Нужна власть, нужен фюрер, нужны какие-то герои, которые поведут народ за собой. Это, кстати, идея Чемберлина, поскольку для него раса связана с культом героев этой расы или героев нации. И вот эти герои нации, которые ведут за собой, лидеры нации, которые ведут за собой, это все жесты последних двухсот лет, которые ни к чему хорошему не привели. И мне очень жаль, что Украина, Российская война, из нафталиновых сундуков вынимает вот эти уже отжившие образы. И вбрасывается для того, чтобы сеять ненависть, рознь и вести войну России с Украиной. А в Украине интеллектуалы и часть других групп пытаются вот эту ненависть размотать и выстраивать эти простые причинно-следственные связи. Они считают, что если возникнет больше ненависти, больше вот такой мобилизации внутренней, кстати, статья о романтиках называется «Поэтическая мобилизация нации», политическая мобилизация, то тем самым это в будущем нам что-либо принесет, какие-то очки. У нас есть некий бросок судьбы, некое великое будущее. Главное осознать себя вот на этой основе, на основе крови, чести, героев. Герои важны, они важны в войне, возможно, но культ героев – это опасная вещь. И раздувание ненависти, и видение в другом и в других некой коллективной ответственности, некой судьбы сообщества определенного, ни к чему хорошему это не приводило ни в 19-м, ни в 20-м. Вот сейчас мы видим в 21-м веке. Субтитры создавал DimaTorzok